Познаем мир Погода как погода Да и гулять так долго мы не собирались Просто решили кое-что проверить Интересно, и что же? Нам с Фомой бабушка большой календарь подарила на Новый год Такой, чтобы на стену повесить Да, на стены А там на каждом развороте фотографии разных храмов Наверное, самых красивых О, ну тебе лишь бы красиво было А может, самых известных или больших? Думаю, что и известных, и больших, и красивых Так что же вы хотели проверить? Мы заметили, что на этих картинках у храмов разные купола Ну и что же вас удивило? В основном все церковные постройки отличаются цветом, архитектурным решением Это понятно Но мы как-то раньше особого внимания на купола не обращали И думали, что обычно они золотые И пошли посмотреть на наш храм А потом еще до новой церкви дошли, которая строится А, ну тогда понятно, почему вы так долго ходили Ну и что же вы выяснили? Оказалось, что у нашего храма куполы правда цвета золота А у новой церкви голубой с золотыми звездами А что это значит, дядя Миша? Ну что ж, вопрос интересный Действительно, у большинства из нас церковь ассоциируется именно с золотым цветом В том числе и купола Конечно, храм же издалека надо видеть Ты прав, Фома Церкви должны быть узнаваемы И главные соборы русских городов часто были с позолоченными куполами А так было только в России, дядя Миша Золотые купола встречаются во всем мире Но в основном на православных храмах А пришла к нам эта традиция из Византийской империи Да, я помню из наших путешествий возможную реальность В Константинополе был самый большой и роскошный православный собор Святой Софии Весь из золота Ты, конечно, преувеличиваешь Но многое в убранстве храма действительно было сделано из золота и других драгоценных материалов И поэтому русские мастера тоже стали делать купола такими ослепительными Да, Вера Но дело не только во внешнем великолепии Золоченый купол мог простоять без ремонта сто лет Он не ржавел и не протекал Но это же очень дорого И многих смущает Дядя Валера считает, что у церкви слишком много денег Если столько золотых куполов вокруг Золото наносится тончайшим слоем И это не так дорого К тому же сейчас его часто заменяют на похожие Но более дешевые, надежные и легкие в обработке металла Дядя Миша, но ведь не все купола золотые или золотого цвета А почему? В церкви нет точных правил о том, каким должен быть купол Можно и материалы разные выбирать, и цвета Но от чего-то же выбор цвета зависит В основном от того, в честь какого праздника Или какого святого построена и освящена церковь Но это не закон, а лишь наша традиция Язык символов Но вот золото, что означает? Это цвет Христа Спасителя Золото – символ божественной славы И вечной жизни в небесном царстве А голубой со звездочками? Голубые или синие купола Венчают храмы, посвященные Богородице Это образ небесной чистоты А звезды напоминают о Вифлеемской звезде Возвестившей рождение Спасителя Кстати, мы и зеленые купола видели в нашем календаре Зеленый означает, что храм воздвигнут в честь Святой Троицы Или Святого Духа Но может быть и во славу какого-нибудь святого А еще там были красивые серебристые купола И почему-то черные Серебристые купола обычно связаны со святыми И символизируют их духовную чистоту А черный цвет пусть тебя не пугает, Верочка Он встречается в монастырях Михаил Гаврилович, а бывают купола разноцветные? Да, взять хотя бы собор Василия Блаженного в Москве Или спаса на крови в Петербурге Яркие, пестрые цвета Это образ красочности небесного царства О, спасибо, Михаил Гаврилович Теперь мы на храмы по-новому смотреть будем Оказывается, на все надо внимание обращать Но нам уже пора Да, спасибо, дядь Миша Да не за что Всего вам доброго, ребята Храни вас Бог Познаем мир с Верой и Фомой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин